Особое мнение на 101FM Кировской области Никиты Белых Когда стало известно о возбуждении дела Я помню, мы вам звонили из эфира И просили прокомментировать Тогда был только один эпизод Со взятием кредита на КРИК И последующим распределением этих денег На неуставные цели Теперь еще вменяется Программа служебное жилье Причем, если я верно помню формулировку следствия Действия Из соображений Создания какого-то Образа успешного руководителя Или как-то так это звучало? Это иные личные цели Это не корыстный мотив Но тем не менее Очень часто встречающийся И здесь Подобного рода практика Как раз давно сложилась И даже если Никита Юрьевич будет Пытаться защищаться Как раз ссылаясь на Необходимость достижения Каких-то социально значимых Целей, задач и так далее Ему и его защите будет Достаточно проблематично Опровергнуть обвинение Но тем не менее Все-таки пожелаю ему В этом удачи То есть Вот эта вот история С тем, что не себе В карман что-то положил А что-то для людей Сделал, но при этом Нарушил какие-то Нормы закона Она не является Смягчающим обстоятельством Ну смягчающим обстоятельством Это может являться Это не является обстоятельством Исключающим Уголовную ответственность И здесь как раз Судебная практика Говорит о том Что очень часто Подобного рода Должностные преступления Совершаются Зачастую И вроде бы И с благими мотивами Но в нарушении Установленных правил И при этом В любом случае В предмет доказания По делу Входит и наличие Какой-то Иной личной заинтересованности Создание имиджа Успешного руководителя области Может таким мотивом Тоже выступать Понятно И история с тем Что Вот сейчас Уже в телеграм-каналах Обсуждается Никита Белых Подписывал Какие-то документы Возможно Еще что-то делал По программе Служебное жилье Которое на самом деле Не было Как говорят Юридически оформленной Он же делал Это не один То есть наверняка Были какие-то Еще Чиновники Областного правительства Которые Во всяком случае Были в курсе Того Как все это работает Ну безусловно Будут ли к ним вопросы И к кому Возможно Уголовный кодекс Знает Случаи Когда привлекаются К ответственности Не только организаторы Но и соисполнители Преступления И пособники Но в этой части Это уже вопросы Компетенции следствия Вполне допускаю Что Такие вопросы Следствие Перед собой Ставить будет Другой вопрос Предугадать Будет ли кто-то Привлечен Помимо Никиты Юрьевича Либо вся полнота Ответственности Ляжет на его плечи В настоящий момент Конечно Рановато Мы много Вы не знаем Следствие В интересах Тайных следствий Не разглашает Лишнюю информацию Возможно И правильно делает С другой стороны Но опять же Не очень Не вся эта ситуация Нравится С учетом Того времени Которое прошло С времен Отстранения Никиты Юрьевича С поста губернатора Пять лет прошло Да И то что В настоящий момент К человеку Который и так Уже находится В непростой Жизненной ситуации Применяются Подобного рода Репрессивные меры И открываются Какие-то новые Уголовные дела Безусловно Меня как гражданина И как человека Но откровенно Сочувствующего Никите Юрьевичу Ну это не радует Нисколько Постоянно Доставать скелеты Из шкафа Не очень На мой взгляд Корректно Хотя с точки зрения Уголовного кодекса Но безусловно Так как не прошли Сроки привлечения К уголовной ответственности За те деяния Которые Никите Юрьевичу В настоящем Вменяются Не исключая Что это далеко Не последние эпизоды Которые и будут Собственно говоря Преданные огласки А то есть Вы думаете Что еще что-то Могут вытащить Из шкафа Если мы про скелеты Говорим Ну смотрите Ну отстранили губернатора Осудили За получение взятки Отправили в колонию Открыли новое дело По одному эпизоду Потом появился Второй эпизод Ну разве можно Исключать Что появится Третий, четвертый и пятый Никоим образом А следствие Ведь не может Закрывать глаза На какие-то Подобные Вскрывающиеся факты Ну более того Не должно даже Если следователю В ходе расследования Уголовного дела Становится известно О совершении Какого-то преступления Он обязан Принять меры К фиксации Следов данного преступления Он обязан Возбудить Уголовное дело И приступить К его расследованию Известив О данном факте Прокурора И соответственно Подозреваемого Ну вот еще раз Об этих пятилетней давности Да Когда все это случилось Я имею ввиду Там задержание И последующий арест Никиты Белых И собственно Смену власти Да здесь Кировской области То есть пришли новые люди Люди которые работали С Никитой Белых Его команда Они практически В полном составе Серый дом покинули Ну вот мне кажется Что когда приходит Новая команда В таких ситуациях Наверняка ведь Должна быть некая ревизия Всех программ Документов Еще чего-то То есть на тот момент Может быть не сразу Наверняка было понятно Что с программой Служебное жилье Что-то не так Если ее не было Но вроде как были Эти квартиры Почему на это Закрыли глаза И вообще нет ли Я не знаю Необходимости Вопросы какие-то Позадавать тем людям Которые сейчас Уже при власти Или тот факт Что они решили Эту историю С банкротством Да Крик Ну в части Квартир служебных То что люди Остались в своих домах Это как бы им в плюс И вопросов к ним Быть не может Ну смотрите Здесь ведь Речь идет Не столько даже Логичности действий Нового руководства Пришедшего К власти В области После отстранения Билых Сколько о наличии В действиях Чиновников Состава Какого-то Уголовного Преступления То что Не было Своевременно Подвергнуто Ревизии решений Никиты Юрьевича По данной программе Которая не была Надлежащим образом Оформлена Само по себе Никаким правонарушением Не является Безусловно Здесь можно Задавать вопросы И усматривать В этом Ну скажем так Некоторую нелогичность Возможно Легкую халатность Какую-то Еще что-то Но вряд ли Здесь будет Какое-то Преступление Изначально Поэтому Ну что могу сказать Остается только Ждать Какие новые факты Представят Общественности Следствия Можно только Сочувствовать Никите Юрьевичу То что В свое время На мой взгляд Совершил Достаточно Грубую ошибку Связанную С Неправильным Оформлением Денежных потоков Которые Пускались На достаточно Благие цели Возможно Если дойдет Это дело До суда То как раз Тот факт Что пусть По не совсем Правильной программе Но тем не менее Наши сограждане Получали служебное Жилье В котором Нуждали Во всяком Разе Здесь Тяжело Никите Юрьевичу Предъявить Какое-то хищение Что он Каким-то образом Этими деньгами Распорядился В своих Интересах Подождем Суд Я так понимаю Если будет Будет в Кирове Конечно Конечно Значит И следствие Ведется По месту Как правило Совершения Преступления Ну и естественно Судебные процессы Точно так же Ведутся По месту Совершения Преступления Гадать По поводу того Сколько Никите Юрьевичу Могут добавить Сейчас преждевременно Во-первых Это всегда Преждевременно Ни один суд В мире Не знает Дойдет ли Это дело До суда И какой В итоге Способ Наказания Меру Наказания Суд выберет Никто сейчас Не может сказать Не все Собственно Еще факты Даже известные Не все Они задокументированы Не все Свидетели Допрошены Не все Смягчающие Отягчающие Обстоятельства Установлены Свидетели Мы даже Пока и не знаем Кого допрашивают Я догадываюсь Что наверняка Здесь как раз Основными Свидетелями Будут являться Сотрудники Правительства Которые работали Командой Никиты Белого Да Во времена Никиты Юрьевич Ну что ж Подождем Раз остается Только ждать Ну и собственно Об ожидании Еще один громкий Уголовный процесс Который идет Но ощущение Такое Что что-то Как-то он Немножко Подтормаживает Эта история С уголовным делом Бывшего Главы города Владимира Быкова В очередной раз Очередная экспертиза Назначена Какие-то ходатайства Постоянно заявляются Вообще Немножко Вся эта история Обрастающая Разными там Уголовными делами В отношении разных фигурантов Начинает уже Сериал Санта-Барбара Напоминать Персонажи 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 Что-то Какие-то движения Мелкие А приговор-то где? Ну То что суд не торопится Наоборот Как раз Свидетельствует о том Что суд достаточно Внимательно относится К рассмотрению Данного дела И судья Который Рассматривает Данное дело Известен В юридическом Сообществе Как очень Внимательный Дотошный Специалист И то что Удовлетворяются Ходатайства Стороны защиты Говорит как раз О том Что суд Объективен Ну или хотя бы Пытается казаться Объективным Применительно К скорости Ну слушайте Уголовно-процессуальный Кодекс Говорит о том Что судебный процесс Не ограничен Во времени Значит И главной целью Судебного процесса Является Справедливое Разрешение Уголовного дела В точном соблюдении Норм Уголовно-процессуального Кодекса Если там написано Что суд должен Допросить свидетеля Лично Естественно Суд будет Вызывать Свидетеля Раз Вызывает Свидетеля Два Три Четыре Если конечно Есть какие-то Уважительные причины Для неявки Свидетеля По вызовам суда Если уважительных причин Нет Суд Запросто Может обеспечить Принудительную явку Такого свидетеля Неисправного Но это все Требует времени А с учетом Того количества Свидетелей Которые задействованы В деле Владимира Васильевича Ну удивляться Не приходится Что суд Тянется 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 Понятно Что То есть это не затягивание Процесса Это естественная Такая история Естественное течение Слушайте Я знаю судебные процессы Которые длились К сожалению Годами Понятно Что И Европейская конвенция О правах человека И практики Европейского суда По правам человека Да и наша практика Ставит перед судами Задачи Максимально Быстро Разрешить Уголовное дело Понимая Что Любой участник процесса И подозреваемый И обвиняемый И подсудимый Безусловно Испытывает дискомфорт Находясь непосредственно В самом процессе Столь длительное время Но тем не менее Никто не говорит Что в погоне За скоростью Можно Каким-то образом Ухудшать Качество Судебного процесса Тем более Что потом вопросы Могут возникнуть Безусловно Протестовано Что-то может быть Слушайте Я сам думал Что процесс Пойдет все-таки Достаточно Более быстро Первоначально В настоящий момент Я вижу о том Что суд Внимательно Относится к делу Удовлетворяются Ходотайства Назначаются Экспертизы Ну почему нет Могу только Приветствовать Во всяком случае Я вижу о том Что вроде бы Сторона защиты На необъективность Судьи не жалуются И меня это По большому счету Только радует Я просто помню Что мы Когда все это начиналось Предполагали примерно Когда все может закончиться Потом Где-то в начале года Думали Закончится ли это все К сентябрю К выборам И было Два варианта Развития событий Либо закончится Это будет преподнесено Как вот мы боремся Значит С нехорошими людьми В наших рядах В единой России Ну вот А с другой стороны Что все это Затянется И как раз Вот немножко Замотает это все Чтобы ушло Из публичного поля И не являлось Таким Не самым приятным Фактором Возможно И так Аня Юриспруденция К сожалению Наука Не особо точная И вероятность Любого решения Равна 50% Пока Пока Данный судебный процесс Безусловно На мой взгляд Ведется Без существенных Каких-то нарушений Могу опять же Пожелать стороне защиты Максимальных Достижений С целью Отстаивания Интересов Своего клиента Опять же У нас уголовный процесс Точно так же Это процесс состязательный Соответственно Кто лучше подготовился Кто более грамотно Свою позицию выстрел Тот как правило И пожинает Какие-то лавры Посмотрим Кто победит Кто будет сильнее Ян Чеботарев Юрист в нашей студии Мы продолжаем Еще одна важная тема Которая не сходит И не уходит Из повестки На протяжении Последних полутора лет Это история с коронавирусом И история с вакцинацией Которая во многих регионах России Уже является Полуобязательной Полупринудительной Разные цифры называются Где-то 60 процентов Должно быть привито Где-то 80 Мы уже видим Что в Чечне По-моему Перестали пускать В мечети И в магазины Непривитых людей Да Ну вот один из субъектов Вероятно Как бы на уровне субъекта Это все Может каким-то образом Регулироваться В Кировской области Все пока Значительно мягче Власти пока Только призывают Там я не знаю Иногда своим примером Правда вот не очень может быть Показательным Да Потому что Игорь Васильев Рассказал всем Что он привился И буквально там Через Небольшое время Было сообщение О том Что он заболел Но чувствует Вроде бы себя нормально Пишет что благодаря прививке Вам как кажется Вот люди Все таки в России По проценту вакцинированных По проценту антипрививочников Так называемых Ну такие цифры Заставляющие задуматься Что называется Почему люди власти не верят И не идут Не бегут там Да Дружно Прививаться Я понимаю Слишком часто наши власти Попадались на откровенном вранье С тем чтобы в настоящем Требовать абсолютного доверия Каждый гражданин Я неоднократно это уже говорил И повторю сейчас Для себя принимает решение самостоятельно То что заболел господин Васильев Привившись на мой взгляд Достаточно качественным продуктом Института Чумакова Ну на мой взгляд Абсолютно объясним Любой иммунитет После любой прививки Формируется не сразу же После того как эта прививка сделана Требуется достаточно продолжительное время В течение которого Организм гораздо менее защищен Насколько опять же я понимаю Чем до прививки Любая прививка все-таки Ослабляет иммунитет До той поры Пока эти антитела и выработаются Вот господин Васильев И попал Как раз вот это Вот в эту вилку Точно так Желаем его выздоровления Скорейшего безусловно Вопросы тяжести Течения заболевания На мой взгляд Ну здесь Нельзя сказать Что протекает это заболевание Легко именно из-за прививки Может быть это наоборот Крепкое достаточно здоровье Господина Васильева Подспорьем ему является Значит Но тем не менее Еще раз повторюсь Вот лично моя позиция С тем чтобы Граждане Сознательно Пошли на прививочные пункты Я бы на месте наших властей В срочном порядке Допустил на рынок Российской Федерации Все основные Международные Вакцины Предоставив гражданам Возможность выбора Пусть и платного Например Пусть и платного Хочешь бесплатно Прививайся нашей Хочешь Платно Добро пожаловать Выбирай Пфайзер Хочешь модерну Хочешь астрозанику Хочешь китайские Какие-то препараты Вот тогда с мертвой точки Эта ситуация сдвинется Но это ведь не быстрый процесс Вот регистрация медпрепаратов На территории Того или иного государства Это процесс очень небыстрый Да ну как это небыстрый У нас же отрапортовали В свое время О создании этого же спутника ВИ Причем зарегистрировали Это все достаточно быстро И прочее То есть при желании можно Слушайте Аня Вот на самом деле у меня У меня есть личное Субъективное мнение О том что все упирается в деньги И недопуск На российский рынок Пфайзера Модерны Астрозеники И прочее Прочее Связан с тем Что необходимо освоить Бюджетные средства Выделенные на Производство Разработку Всех наших Российских вакцин Вполне допускаю Что наши власти Могут опасаться Что если Разрешить Свободно выбирать Вакцину Которая прививаться От коронавирусной инфекции Мало кто Сознательно выберет Например Эпи Ваккоруну Недавно поступило Кстати Новосибирского вектора Производства вакцины Которые есть вопросы Между прочим Новая газета Неоднократно Публиковала Свои расследования И исследования По поводу Эффективности Данного препарата И большие сомнения Здесь безусловно Возникают Значит Точно так же Я знаю о том Что в Москве В других городах Выстраиваются Огромные очереди За вакцины Института Чумакова Как раз Ковивак Которым привился Господин Васильев Благодаря Во многом Известности Авторитетности Собственно говоря Самого института Который Эту вакцину И разработал И производит Ну и технологии Которые известны Годами Как говорят Ну это классическая Классическая технология Да То есть Эта вакцина Основана просто На убитом Вирусе Не на каких-то Искусственно созданных Кусочках Генома Этого вируса А фактически Цельноверенная вакцина Когда берется Инактивированный вирус И соответственно С усилителями иммунитета В жидкой форме Вводится уже Подкожность Тем чтобы Организм человека Выработал Собственные антитела В виде Предмет Который будет Собственно говоря Атаковать его В последующем Тем более Что на мой взгляд Как раз С учетом Способности Этого вируса К мутации Цельноверенная вакцина Более прогрессивная И она защищает От многих Собственно говоря Других форм Которые Видоизменяются Вируса В течение времени В отличие от Пептидных Более универсальная Точно так В отличие от Пептидных цепочек С которыми Работает И Эпи-Вак Корона И спутник Ви даже Вот В этой части На мой взгляд Достаточно Слабо у нас Все-таки Поставлена И разъяснительная Работа Среди населения Ну вот Игрелин пишет Что во-первых Продвижение Вакцин Власти Начали через те же самые Каналы Через которые Они долго Про политику Рассказывали Россиянам По телевизору И люди не верят Уже Они там не верили И здесь не верят Соответственно И еще Власти не Скажем так Отучились За последнее время Может быть Разговаривать И убеждать С гражданами А научились Не знаю Приказывать И ждать Исполнения Что называется Ну Да Можно попенять Конечно Нашим властям Но других Ведь у нас нет В любом случае Поэтому здесь Вот я считаю Что Мнение Людей Безусловно Должно повторяться Во всех Возможных средствах Массовой информации С тем Чтобы наши власти Все-таки Прислушивались И делали Какие-то выводы Если они Действительно Заботятся О здоровье Наших сограждан Я не понимаю Почему До настоящего Времени Фактически Принудительно Гражданам Колют те вакцины Которые Недостаточно Эффективны В частности Это JPVAC Corona Вы сами Для себя Приняли решение Вакцинации Если не секрет Или пока Все еще нет Я помню Что мы с вами Когда все Только начиналось Говорили И вы тогда Склонялись Как раз В сторону того Чтобы куда-то Съездить И привиться Чем-то Нероссийским Я жду Когда Литва Откроет Границы С тем Чтобы уехать И привиться Там Пфайзером Понятно То есть Для вас Все-таки Вот выбор Уже сейчас Очевиден В эту сторону Да Ну я На прошлой Неделе Ходил Сдавал Тесты На антитела Коронавирусу Титры Достаточно Маленькие Соответственно Моя болячка Которая Переболела В самом начале 2020 года На какое-то Время Меня защищала В настоящий Мент Я стараюсь Предохраняться Масочным режимом Перчаточным режимом И прочее И рассчитываю Что все-таки Я сумею Реализовать Своё право И получить Прививку Но я хочу Привиться Все-таки Не спутником Не эпиваком Ну и даже Не ковиваком Наверное Я хочу Пфазер То есть Для вас Это вопрос Именно качества Вакцины Там да И проверенности Какой-то А не того Что Российскую Вакцину Ну как бы Не то чтобы Не допускают На западной И не является Она Ну каким-то Там способом И механизмом Упростить Передвижение Между странами Потому что На это тоже Многие пеняют Да Мы не хотим Прививаться Российским спутником Потому что Нас все равно Потом не пустят В другую страну Ну логично Возможно И так На самом деле Смотрите Они Я никоим образом Не пытаюсь Огульно Охаивать Продукты Российской Биотехнологии Я более чем Уверен Что этот же Ковивак Разработанный Институтом Чумакова Это хороший препарат Но Вопрос В поточном Производстве Одна мучка Разные ручки Точно так Написали мне В комментариях То есть Ковивак Который Выпускается Например Непосредственно Институтом Чумакова Я уверен Что это Отличный препарат Но где Произведены Каким образом Произведены Те препараты Точно так Те препараты Которые Под подобного рода Товарным знаком Распространяются В настоящий момент Я не знаю Я знаю Что не существует Единого Какого-то центра Для производства Спутников И Может быть Первичная вакцина Которой говорят Сам Владимир Владимирович Проявился Хотя Есть и другие Соображения Она и была Самая лучшая И самая проверенная Другой вопрос Что производство Вопросы К производству В Российской Федерации Безусловно Сохраняются И они есть И здесь ГМП Которые используют Этот же Пфайзер Либо Модерна И прочее На мой взгляд Как раз Гарантирует Что Каждая ампула Соответствует Тому изначальному Продукту Который И был разработан Учеными Вот Такой гарантии В отношении Российских препаратов Я не вижу И может быть Как раз Именно этим И связано То обстоятельство Что очень часто Люди Получившие Прививку Что спутником Что эпиваком Что ковиваком И так далее Заболевают Пусть и говорят Что болезнь Протекает легко Но есть ведь И обратные случаи Когда болезнь Протекает очень тяжело В том числе И после прививки Конечно Не знаю Я тоже за то Чтобы пустили На российский рынок Все возможные препараты Но Что-то мне подсказывает Что Желающие привиться Импортными вакцинами Вероятно Будут это делать Где-то в другом месте А не в России Ну это сейчас Возможно и так Но это достаточно дорого Во-первых Далеко не во все страны Разрешен доступ С Туристическим паспортом С туристическими визами Да С Даже сертификатом О прививке Российскими вакцинами Ну Кто-то С ПЦР-тестом Пускает Вот Вот только Если ехать Через Подобного рода Процедуру И искать возможности Привиться там Платно Да Но при этом Там же надо находиться Потому что Вакцина же Вкалывается В два приема Что называется Да И ездить туда-сюда Каждый раз Особенно после прививки Когда иммунитет Может подвести Это тоже вариант Не из приятных То есть надо иметь Значительные средства Для того Чтобы позволить Там прожить Есть достаточно Простой вариант Значит В России Зачем? Украина До Украины Добираться сложно Я понимаю Но тем не менее Все-таки Россия нам до Украины Гораздо ближе Чем до Сербии Либо до Соединенных Штатов Либо до Израиля Ну ладно Ждем Чем закончится история Что остается Смотрим Желаем Чтобы процент Вакцинированных В России Все-таки подрастал Разными Вакцинами Люди прививались И не было Каких-то Препятствий На пути Тех, кто желает Привиться Не только спутникам Например Еще одна история Которую хотела С вами обсудить Это история О диалоге Диалоге Альберта Бекалюка И Дмитрия Осипова Главы администрации Во время пленарного Заседания Кировской городской думы Альберт Бекалюк Заявил об угрозах Со стороны сети Менеджера Дмитрия Осипова Об этом пишут Бизнес-новости Еще ряд СМИ Ну и Телеграм-каналов Альберт Бекалюк До сотрудников администрации Правила этикета Общения с депутатами думы Дмитрий Валерьевич Это я сейчас цитирую Отведя меня в сторону После последнего заседания Мне дословно сказал Что я что-то развыступался В последнее время И надо бы мне подумать И воспринял это Альберт Бекалюк Как некую угрозу Правда никуда обращаться Не собирается Но не знаю Там его ряд депутатов Поддержали Владимир Журавлев Назвал слова Дмитрия Осипова Серьезным преступлением Против государства Ну понятно да Депутаты это Народные избранники И пеняет Дмитрия Осипова На то что Ну нельзя так С людьми Которые представляют Интерес тысяч избирателей Разговаривать Ну это вот Эмоциональный был выпад Или действительно Он в себе что-то содержал Ну это безусловно эмоции Более того Это абсолютно Бездоказательные эмоции Никто простите Очевидцем общения Осипова и Бекулика Не был Могу конечно Отчасти Согласиться С господином Бекуликом О том что Если действительно Подобного рода Общение Имело место быть Но это не вполне корректно Задача депутатов Как раз выступать И чем больше Тем лучше Вопросов нет А в части Многотысячного представления Ну вот здесь Скажем так Усомнюсь У меня лично Есть очень большие Претензии К Правильности работы Нашего Избирательного Законодательства К правильности работы Наших избирательных Комиссий Я считаю что Не обойдется Прекрасная Россия Будущего Без реформы Избирательной системы Причем Кардинальной реформы И вот только тогда Когда Будет абсолютно Прозрачная У нас Выборная система Когда избиркомы Будут абсолютно Независимы От органов власти Вот тогда Можно будет Действительно сказать О том что Каждый депутат Который получил Мандат Он представляет Энное количество Избирателей Пока Пока Ну здесь все таки Такое Многоточие Нужно вставить Угу Ну то есть Эта история Она Не имеет права На то Чтобы развиваться Как-то Вырасти в какой-то Большой скандал Во внутреннее Расследование Городской думы Она и не будет Развиваться Тут нечего Расследовать По большому счету Эмоциональные Высказывания И все Безусловно Слушайте Я вполне готов Допустить Что могли Возобладать Эмоции У господина Осипова И у господина Бекалюка Но опять же Что-то ты Развыступался Ну даже если Подобного рода Фраза была Произнесена В каком контексте Она была Произнесена Примительно К чему Может быть Там было Превышено Время на выступление Регламент Нарушен Что имел Господин Осипов Ввиду Никто ж не знает Тем более Что опять же Ну а было ли Это сказано Поэтому здесь Считаю Что нужно Оставить Это происшествие На совести Что господина Осипова Что господина Бекалюка Обоим остыть Да И работать дальше Да И перейти просто К конструктивной работе Юрист Ян Чеботарев В нашей студии Мы продолжим После небольшого перерыва На полторы минуты На рекламу Мы уходим Особое мнение На 101FM Юрист Ян Чеботарев В нашей студии Мы продолжаем Сегодня его особое мнение Мы слушаем Еще одна городская тема Которую с вами Хотела обсудить И я даже не знаю Насколько эта история Имеет право На жизнь И продолжение На нашем сайте Накануне размещена новость На дорогах в Кирове Зимой снова будут Галит и Бионорд Это два реагента Которые высыпают На наши улицы И если к Бионорду Как я понимаю У большинства Там гаражан Водителей И всех остальных Претензий нет Но он дороже То к Галиту Претензии есть Галит это реагент От которого во многих Регионах отказываются Ну в частности Руководитель ОТП Денис Парлок В нашей студии Говорил о том Что от Галита Страдают Там какие-то просто Даже провода У троллейбусов Вот то замыкание Которое закончилось Пожаром Предполагают В ОТП Как раз было связано С тем Что что-то там Сгнило Именно от реагента Ну и жалобы На Галит И от водителей Мы слышали И от владельцев Домашних животных У собак говорят Разъедают лапы Вот в этой ситуации К администрации Обычные жители Либо бизнесмены Либо Не знаю там Руководители предприятий Каких-то Могут что-то предъявить Или это Недоказуемо Ну Предъявлять здесь Извините Нечего Значит Если бы Было какое-то Постановление Правительства Российской Федерации Которое в обязательном Порядке Предписывало Противогололедную Обработку Определенными Средствами Ну тогда Какая-то Нормативная база Для того чтобы Предъявлять такие Претензии Имело бы место быть Сейчас Господи Да слава Богу Что пусть так чистят Не до жиру Быть бы живу Во всяком случае Знаете Если Администрация Перейдет на использование Дорогущего реагента Но в гораздо Меньших количествах Простите Город точно так же Зимой встанет В пробках Вопросов нет Я точно так же Солидарен С кировчанами Что конечно Желательно Чтобы и лапы У собак Не страдали И машины Не ржавели И провода Не обрывались Ну что Скидываться давайте Тогда деньгами В смысле А что Мало скидываются Налогами горожане Что ли У нас же Планово Убыточный бюджет Мы же Весь бюджет Города Кирова Простите Основан на дотациях Скидываются Немало Безусловно Но в любом случае Недостаточно Не так хороши Показатели Развития экономики Города Кирова С тем Чтобы требовать Администрации Закупать Исключительно Дорогие Качественные реагенты Где здесь вариант Какой выход Из этой ситуации Меньше Сыпать этих реагентов И Останавливать Все движение В городе Ну на мой взгляд Неправильный выход Готов Готов согласиться Что безусловно Да Наверное То что подороже Это получше Но с другой стороны Я точно так же Не хочу в пробке стоять Я помню Когда Простите Город Зимой Засыпало снегом И все движение В городе Останавливалось Точно так же Все кировчане Просто ругались В сторону Городской администрации Которая не обеспечивает Надлежащим образом Расчистку Дорог А как без реагента Расчищать Ну а если машины Будут ржаветь И выходить Быстрее Пробок же Станет меньше Ну прекрасно Да Тут тоже вариант Чего машина ржавеет Не знаю И у меня такая же машина У меня тоже Иногда возникают Рыженки И прочие вещи Куда деваться Это объективная действительность На мой взгляд В городе есть Достаточно много Актуальных проблем Которые требуют Более экстренного Реагирования И более быстрого решения И здесь я вижу Только один вариант Если действительно Кировчане Крупное промышленное Предприятие Столь возмущены Что администрация Применяет Не тот реагент Ну давайте Скинемся Деньгами Либо просто Купим Более дорогой Реагент И пожертвуем Администрации С тем Чтобы они Использовали Именно его Администрации Потом следствие Предъявит что-нибудь По этому поводу Ну а что тут Предъявить Подарком Воспользовались Может это Не совсем подарок Ну это же не конкретный чиновник Слушайте Они здесь Вот я По большому счету Все-таки Знаете Хоть и вырос Из Советского Союза Но тем не менее Вот когда мы С моими соседями Где у меня офис В доме собираемся Обсуждать какие-то Проблемы Мы же не пишем Какие-то письма В администрации Требованием Чтобы наши подъезды Нашу территорию Облагоустроили За счет бюджетных средств Мы скидываемся Деньгами Решаем свои проблемы Сами Да город точно так же Наш Если простите Настолько Горожане Возмущены Этой ситуацией Что не могут терпеть Ну вот есть Отличный вариант Давайте отдельно Собственно Устроим какой-то Фондик Соберем туда От неравнодушных Кировчан Денежные средства На реагенты На реагенты Качественные и дорогие Интересно было бы Посмотреть Чем закончится Эта история Да ничего Это закончится Да потому что Да никто не будет Скидываться В том-то и дело И еще одна история Которую мы наверное Финалить будем Нашу сегодняшнюю программу Кировские чиновники Пишет Портал 7 на 7 А штрафовали Активиста Федора Калинина За уличную выставку Фотовыставка была С видами городской разрухи Я напомню Что происходило Это все В мае еще То есть сначала На двух сколоченных Строительных поддонах Эти фотографии Были размещены Возле администрации 18 мая И простояло Эти конструкции Там простояли Около 12 часов Затем были демонтированы По указанию из мэрии И вторая часть экспозиции Буквально через неделю Появилась Возле областного правительства Поддоны простояли Около 18 часов Затем их также убрали Я насколько помню Федора Калинина После этого Разыскивала полиция Слали ему повестки С тем чтобы он пришел То есть вероятно Пытались вменить Не знаю там Участие в несанкционированной акции Потому что вроде как Это был пикет И пикеты у нас разрешены Но вероятно Без каких-то дополнительных средств Ну и вот 7 на 7 сообщает Что заседание комиссии Территориального управления Кирова Которое состоялось 13 июля Решило что Федор Калинин Нарушил правила благоустройства В городе Разместив на земельной участке Не предоставленном ему администрации Строительные материалы А именно деревянные поддоны И за это Выписали молодому активисту Штраф в 3000 рублей Вот не знаю Заняться нашим Мне вспоминается фраза Из Покровских ворот хоботов Это мелко Ну вот правда Слушайте Ну не могли вменить Несанкционированную акцию И вменили вот это Ну правда глаза режут Безусловно чиновники Городской администрации Были далеко не в восторге От того что наши горожане Наблюдали подобного рода перформанс И воочию лицезрели Достаточно плачевное состояние Отдельных участков Городской инфраструктуры Дорожной сети Свалки мусора и прочая вещь Что могу сказать Ну за возможность Высказывать собственное мнение В Российской Федерации К сожалению нужно платить И все чаще И все чаще Кто-то платит деньгами Штрафами Кто-то платит Лишением свободы Либо кратким Либо длительным Ну что Молодец парень На мой взгляд Действительно чиновники у нас Неумно поступили Значит если художник А я все-таки Исхожу из того Что это был все-таки Определенный такой Артподход Использует Строительные поддоны Для размещения Фотоизображений И прочее Ну это его право Он так видит Вся Европа Весь цивилизованный мир Не видит в этом Ничего страшного Собственно говоря Тем более что Это же не стационарный объект Постоял бы и убрал Постоял бы и убрал То есть в данном разе Подобного рода вещи Даже согласовывать не надо Сколько этих строительных поддонов По Кирову валяется Я вот периодически Их везде вижу Там То там лежат То здесь Кучки Ну да И никто не задается мыслью Что это такое И не выписывает штрафы Что это нарушает правила благоустройства И прочее Тем более что Опять же Это же не мусор имел место быть Это действительно Арт-объект Фото-выставка передвижная Вот таким образом Человек решил Показать кировчанам Своё видение Окружающего мира Кто от этого пострадал Не знаю Значит здесь Безусловно можно Подобного рода решения И оспаривать в судах Затруднюсь Предсказать Будущее решение Такого суда Но тем не менее Шансы побороться Здесь безусловно есть Значит Я лично здесь Какого-то нарушения Не вижу Если исходить Из логики Наших чиновников Так простите Я вот сейчас Из студии выйду Я тоже не имею Специального разрешения Для того чтобы Передвигаться Простите По территории города Кирова А кто мне запретит Это мой город Я в конце концов Гражданин этой страны Пока Хоть и без строительных поддонов Ну да Секунду А кто мне мешает Со строительным поддоном Передвигаться Вот хочу и все В общем фи властям Конечно За такое решение А активисту Федору Калинину Это мелко Поистину Пожелаем там Здоровья Прежде всего Ну и дальнейших Интересных акций Согласованных В том случае Если согласование Требуется Спасибо большое Юристу Яну Чебатареву Программа Особое мнение На этом завершается Мы с вами прощаемся До свидания До свидания Особое мнение На 101FM